Всем привет, ребята, с вами снова Хик. Добро пожаловать на девятую часть прохождения ГТА Сан-Андрес с спидраном. На этот раз у нас город Лас-Вентурес. Все только начинается, часть первая. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вам нравится подобная рубрика. Осталось совсем чуть-чуть. Лас-Вентурес у меня получился буквально две части, это очень мало, тем более большинство здесь это передвижения, какие-то полеты, правильность выбора маршрута до тех или иных миссий. В общем, давайте уже не будем тянуть и приступим к самому прохождению. Приятного вам просмотра. Хей, и начинаем мы, Лас-Вентурес. Всем еще раз привет. Так, первая миссия, кетчуп на капоте, в русском плане так называется. Мы сразу скидываемся с парашюта, нафиг надо. Хотел урвать байк, но ничего не получилось, и мне досталось только вонючее такси. Просто движемся к началу следующей миссии. Заранее мы знаем, где она находится, разумеется, это казино 4 дракона. Осторожнее, внимательнее будьте на шоссе, потому что, сами понимаете, GTA San Andreas и вообще любая часть GTA и шоссе, это просто какой-то Unreal, Hardcore мод и т.д. Так, подходим к казино Каллигулы, принимаем звоночек. Игра пообщает нас о том, что зайдите в казино 4 дракона для того, чтобы встретиться с Фузи. То есть вообще, это первые миссии начинаются там, где в интерьере находится какая-то миссия, но начало миссии, то есть ярлычок. Я нахожу здесь байк в самом начале, паркую его для того, чтобы на следующей миссии его использовать. Через следующую миссию, ну да, можно так сказать. Потому что сейчас кетчуп на капоте, это миссия, которая не особо от вас требует чего-то многого. И на самом деле очень легко проходит, сейчас вы сами в этом убедитесь. У нас есть такой парнишка, какой-то мафиози, он не может расколоться, мы должны его катать, пугать, то есть иными словами. Но все делается гораздо проще, чем вы думаете. У нас игра просит, чтобы мы выезжали навстречу, там не знаю, пугали в общем, любимым способом. Но на самом деле можно здесь просто вокруг, на этой парковке крутить круголя и пугать его. То есть делать вот такие вот движения, не знаю, как-то входить в повороты. На самом деле напоминает миссию в автошколе, где надо намотать 5 кругов. Принцип тот же самый, вы просто мотаете круги на этой парковке и шкала из пуга заполняется, как ни странно. Вот таким способом мы проходим первую миссию. В общем, даже далеко никуда не уезжали, не старались как-то его напугать. Круговые движения, все, изи. Миссия пройдена, 5 тысяч нам дается. И следующая миссия, Эксплозив. Да, там, кстати, полицейский байк что-то страдал как-то, в текстуре провалился. Ничего страшного. Эксплозив стейшнс. Идите в карьер. Вот как раз-таки для этой миссии я парковал себе байк. Если у вас здесь вначале есть байк, то лучше его припарковать. Все-таки, я говорю, перемещение еще в начале. В видео я говорил, что перемещение это очень важно. Здесь у меня буферизация. Вот, о чем я и говорил, что крэйзи шоссе. Я какой-то фигней занимаюсь. Хотел вырубать побыстрее какой-то ближайший байк, но ничего не получилось. Сделал в итоге свой старый. Шоссе, шоссе, шоссе. Осторожнее будьте. Доезжаем к карьеру. Прыгаем на маркер. Сидимся в байк. И просто сигаем вниз. В середину карьера. Нам нужно взять Додо. Или Додо. Дюдь. Дюдь. Машина, не знаю. Короче, огромный бульдозер. С помощью него, разумеется, дампер. Вот так он называется. Окей. С помощью него мы разрушаем ящики. Мне кажется, любой из вас абсолютно только этим дампером и разрушал эти ящики. Можно, наверное, взрывами уничтожить. Но, опять же, у нас есть, конечно, ракетница. Но она у нас для другого случая будет. Отлично. Все уничтожаем. Справляемся со всеми. Берем все комплекты динамита. И возвращаемся с динамитом. Вот прямо сюда, где стоят эти два чувака. По миссии берем байк. Но, опять же, игнорируем все советы игры. Что нас требует. Нам от нее ничего не надо. У нас есть свой путь. Мы знаем, как будет быстрее. Без всяких преодолеваний. Ну, вы сами понимаете, как казуально это проходится. Через трамплины. Через какие-то там строительные штуки и дрюки. Нам абсолютно плевать. Мы здесь паркуемся. Впереди у нас два чувака с дробовиками. Мы их уничтожаем с помощью одной базуки. Стреляем в тачку инкассатора, получается. И просто здесь акробатическими движениями немножко не попал. Вот здесь выпрыгиваем из карьера. Цепляется Карл, перелезает. Ну, в принципе, все. У нас основная часть была от выборца из карьера. У нас здесь есть Буррито. Стараемся взять Буррито, если у вас есть выбор. Из этих двух машин все-таки они разные. И Буррито так по бездорожью ездит намного быстрее, чем предыдущие вот те две идиотские вонючие машинки. Все, спокойненько доставляем Эксплозив. Нас ждет уже здесь Курьер. Посылка для ВУЗИ. Неаккуратней. Да-да-да я. Все. Mission complete. Тут, в принципе, тоже желательно было урвать байк. Но у меня день такси, как видите. Ничего не остается, кроме как брать вонючее такси четырехдверное. Ну, в принципе, это лучший вариант, чем ничего, опять же. Так. Сейвимся. Доджим плохую погоду. Отлично. Небо ясное. Все good. Четыре дракона. Обратите внимание, что я бегу в четыре дракона вообще в интерьере по плоскости. То есть по лесенкам, иными словами. Потому что только по лесенкам, по каким-то возвышенным сетям вверх, Карл может бегать. По-другому у вас не получится бегать в интерьере. Но, опять же, можно слайдить. Но это совсем уже другая история. В общем, следующая миссия. Точнее, в данный момент миссия какая есть. Нам, опять же, здесь нужно урвать байк. У меня попался полицейский. Лучше его взять в начале. Но у меня так получилось. Тоже старайтесь урвать байк. Неважно где. Главное, чтобы вы его взяли. Все равно удобно, блин. Как ни крути. Тем более, быстрый вид перемещения. А перемещаться нам нужно будет очень много в Лос-Виндоресе. Ломаем заборчик байком. И приезжаем на тот самый завод. Где делают фальшивые фишки для нашего казино. Так, здесь очень важно, на самом деле, не потратить слишком много базуки и делать точные выстрелы. Обратите внимание, как я сейчас буду стрелять. Куда сначала стреляю, куда стреляю потом, куда третье, десятое, четвертое и пятое. Вообще, изначально цель миссии уничтожить с помощью взрывов эти самые станки. Но здесь есть ряд врагов, которые вам могут нормально ТХБ потратить. И прежде чем, разумеется, уничтожать эти станки, вам нужно уничтожить всех врагов. Вот этого важного чувака убить, который снаружи находился. Потому что здесь двое есть со спазом. То есть, смотрите, я спокойненько уничтожил всех врагов. Уничтожил все машины, которые производили фишки. И я их уничтожал с помощью взрывной волны, можно так сказать. То есть, есть взрывная волна у базуки. И с помощью них можно сквозь стены валить их, неважно, этих энерми. Можно напрямую стрелять. Но, опять же, учитывая то, что взрывная волна достаточно большая у базуки. Вообще, уничтожить там, допустим, два этих станка, которые производят фишки буквально с одного удара вообще. Так что потренируйтесь, не все сразу у вас, скорее всего, получится. Вы будете тратить множество ракет, не сможете себя взорвать. В общем, приключения там будут навалом. Потренируйтесь, не у всех все сразу. Так, отлично, выполнили миссию. Сказали, что с фишками проблем больше не будет. Мишен комплит, а это самое главное. Так, у нас осталась броня, осталось хп, все отлично. Дальше, миссия Дон Пуэнте. Миссия заключается в том, что нам нужно доставить Кена и Пола, по-моему. А, Майка и Пола. Получается, в казино. Каллигулы. Вот так вот. Тут я хотел урвать какой-то нормальный транспорт четырехдверный. В лучшем случае это будет, конечно же, какой-нибудь Султан, например. Или что-нибудь еще. Но ничего не получилось. Вот, кстати, там был Адмирал. Тоже неплохой вариант. Вот, я поехал на байке. Вплоть до той самой горы, где находятся Кен и Майк. Как-то так, думаю, Майк зовут. Не помню уже этого придурка со шляпой. Подскажите в комментариях. Через всю пустыню, через все камни, через все пальмы. Да, найс, вожу. Оперативненько. В общем, стараемся на пути вообще к этой миссии рвать себе нормальный транспорт четырехдверный. Достаточно быстрый он должен быть. Но, опять же, не всегда у вас может все получиться. И, допустим, получится как у меня сейчас. Бац, сама себя подсказывает, что давай уже ищи нормальный транспорт. Ну, я побежал искать, разумеется. Чего мне попалось, например, вот это вот вонючее такси. Нафиг премьер. Мне не очень устраивает. А вот это вот Колымага самое то. Найс. Четырехдверка, четырехдверка, да. По пустыне гонит, гонит. Все хорошо, значит. Так, забираемся на гору. На гору, на гору. Спокойненько это делаем. Едем по дорожке. Прилетают самолетики. И вот он наш Кен и Майки. Мики. Майки, Мики. Да, хотя бы с двумя пассажирскими сиденьями. Видите, мы заодно предугадали действие игры, что нас попросит. Пол и Майкера. Да, точно. Майкер. Найс. У них какие-то дела с фермерами. Змеиная ферма. Мы прямо направляемся туда. И очень легкий способ со всеми расправиться фермерами. Этими вонючими, которые нам докучают. Это, разумеется, единственный выстрел с базуки. Прям в крышу этого здания. Так, вперед. Бац. И никого не осталось. Все. Изи. Пол здоров. Майкер жив. Все отлично. Все хорошо. Направляемся в казино Каллигулы. Собственно, да. Все открывается в миссии казино Каллигулы. С этой миссии. И там свои какие-то тараканы в голове. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ничего не получилось. Рандом хорош. Здесь уже, на самом деле, не важно, как вы будете бегать. В любом случае, Карл будет иметь возможность бегать. В отличие от казино 4 дракона. Все отлично. Найдите транспорт и заберите Джонни из больницы. Да, здесь тоже есть доля рандома. Опять же, смотрите, как мне везет на автомобиле. Никто не спавнится. В 0-0-0-0-0-0. Найс. Никто не хотят. Никто не хотят. Ездить. Никто ничего не хочет. Но мне попалось такси. Мое родное. Я говорю, просто день такси у меня был. Вот. Поэтому. Везение просто на 9000 и 9000. Отлично. Все, я идем в больницу. Чтобы Джонни найти. Но Джонни в больнице, как обычно, нет. И перед нами есть выбор. То есть, три скорой помощи. В одной из них находится Джонни. Сидит. И. Разумеется. Без родома никуда. Офкорс. В первой скорой помощи вряд ли у вас появится Джонни. Потому что так захотела игра. И что нам нужно для этой миссии. Это просто тарануть. Тарануть, задеть. Неважно как. Можно даже в них выстрельнуть. В кареты скорой помощи. А можно их просто машиной задавить. Ну, то есть, подтаранить, так скажем. Там будет ясно, Джонни там находится или нет. Как обычно. Игра говорит, нам нет. В первой скорой помощи никого. Кто нам нужен. Мы едем до второй. И вот. В процентах, наверное, 80. Шанс у вас есть. То, что во второй скорой помощи появится тот самый Джонни, который нам нужен. Но может и не повезти, собственно. Потому что тоже рандом какой-то здесь играет свою роль. Непонятно как. То во второй может появиться, то в третьей. В первой по-любому не появится. Это факт. Так, вторая скорая помощь. Как видим, здесь медики. Также их тараним. И понятное дело, что Джонни находится в последней третьей машине. Это прям везение over 9000. Если у вас будет так, как у меня сейчас, например. Ну и все. Спокойно. Видим, что там в натуре бандиты сидят. И спокойно их уничтожаем с помощью АК-47 в голову. То есть старайтесь в голову их прям стрелять. Потому что если вы замочите одного, второй сразу же пересядет на водительское место и будет гнать. Лучше сразу, так сказать, рожок в них пустить в голову. Чтобы ни тот, ни другой не успел среагировать, что произошло. Увозим Джонни на фабрику. Или что это за хрень? По-моему, это фабрика какая-то бандитов. Фабрика бандитов. Вот так вот я ее называю. Паркуемся. И mission complete. Здорово, Джонни. Как ты сейчас чувствуешь? Да-да-да-да-да. Мы все здесь сами не догонять, что происходит. Найс. Миссия пройдена. Здесь тоже нам нужно урвать байк. Мне везет в этом плане. И мне попадается коф-байк. Найс. Что может быть лучше коф-байка? Он чуть не уехал. Но я среагировал. И забрал его благополучно. Вот. Теперь. Интересная миссия в том, что здесь тоже нужно будет сейчас грамотно всадить все базуки, ракетницы. То есть, что-то похожее на предыдущую миссию, где мы пользовались ракетницей. Тут тоже самое. Нужно рассчитать все так, чтобы взрывом, взрывной волной унесло ее как можно больше жизней. Вот. Тоже вам нужно будет потренироваться. Потому что вы, конечно, можете разгуляться, потратить всю базуку. Но она нам еще нужна будет. Так что не так все просто. Садимся на тот же байк, который урвали. И с Розенбергом уже двигаемся уничтожать всех этих мафиози. Я хрен его знает, зачем мы так делаем и так далее. Но истребляем конкурентов. Это всегда хорошо. Найс. Я, как обычно, отлично управляю байком. Тут бесспорно, конечно. Уничтожаем заборчик. Кто-то, придурок, какой-то поставил скорую неправильно. Так. Заходим. И грамотный раскид ракетницы. Обратите внимание. Сюда. 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 Смотрите на карту. Как я уничтожаю врагов. Я примерно знаю, где они находятся. Взрывной волной уничтожаю массу просто. Вот. Просто перепрыгиваем через огонь. Не ждем, когда Розенберг потушит нам пожар. Также враги-спальницы начинают. И я их уничтожаю помощью базуки. Все вообще просто. На самом деле. Они появляются. Взрывная волна тоже появляется и уничтожает их. Все круто. Так. Последних убиваем. Делаем слайд с калашом. Добиваем оставшихся. То есть, опять же, триггер миссии не сработает, если у вас останутся какие-то свидетели. Все. Убили всех. И направляемся к выходу. Там еще Розенберг тушит первый пожар. Ну, флаг ему в руки. Отлично. Он с нами выходит. Все хорошо. И мы направляемся в Каллигулу для того, чтобы завершить эту миссию. Все просто. Миссия пройдена. Следующая миссия это всего лишь Касцена. Как видите, на сплитах написано об этом. Что это всего лишь Касцена. Она не особо важна. Берем попавшийся кар. Любой совершенно. И двигаемся четыре дракона. И двигаемся четыре дракона. Просто так сказать, завершаем. Чтобы не было лишних ярлычков на карте. Потому что эта миссия закрывает одну миссию. Та другую. И так далее. Заходим в Касцена четыре дракона. Бегаем по лесенкам. Я вам уже об этом говорил. Чтобы Карл просто мог с шифтом бежать. Не просто вот так вот. Легкой походочкой. Но с шифтом. Все Касцена проигралась. Следующая миссия Мэтт Дог. Спасение Мэтт Дога. Не знаю зачем. Но так надо. Окей. Двигаемся на нее. Заходим на маркер. Я сбиваю звоночек. Потом примем его. Куда надо будет. Так. Крадем. Грузовичок. С коробочками. Ну как все удачно. Да подфартило так. Что и грузовичок и коробочки. Для мягкого приземления Мэтт Дога. Все здесь есть. Все как надо. Паркуем грузовичок на ход вперед. Мы в эту сторону и поедем. Как раз об этом символизируют эти стрелочки. Которые находятся снизу. Так. Ну просто. Стараемся следовать. Куда идет Мэтт Дог. Так и подгонять транспорт. Именно эти коробочки. То есть на одной линии. Как бы стараемся их держать. Чтобы точно он не промахнулся. И прыгнул прям к нам в лапки. Так скажем. Абсолютно рандомно. Где он может упасть. Здесь тем более. Можем подогнать машинку. Пока он прыгает в замедлении. На slow motion. Мэтт Дог падает. У него пол хп. В скобочках бешеный кекс. А не Мэтт Дог. Увозим его в больницу. Там. Придут медицинскую экспертизу. Что он так сделал. И так далее. Психолога наймут. Вообще не особо важно. Нам главное его доставить. До больницы. Чтобы он не сдох. Ломаем заборчик. Хоп. Осторожно это делаем. Потому что если вы слишком сильно врежетесь. Бешеному кексу. Может это им не понравится. Хп отнимется. И неприятно будет. В общем все. Миссия пройдена. Фри фейл. Следующая миссия. Последняя на сегодня. Берем. Хотел взять адмирал. В скобочках. Взял байк. Отлично. Подфартил опять. Как обычно. Удача. В первой половине не было удачи. Во второй половине она появилась. Класс. Супер. Фри фейл. Миссия с самолетом. Для многих она считается прям пипец каким адом. Но на самом деле нет ничего сложного. Сейчас я постараюсь объяснить как ее пройти лучше всего. Так или иначе вам все равно нужно будет навыки пилотирования. Сейчас кто-то принял звонок. Тот самый злопаучный. Который не принял его на миссии Мэтт Дога. Распрыжечка. Прыгаем. Шифтим. До ярлычка. Вот. Забегай чуть вперед. Стоит отметить что на самом деле не такая уж сложная миссия. Тут с вами нам дается байк. Мы тут его сами не ищем. Ничего ни того ни сего. Едем в аэропорт. Первая миссия где у нас вообще эти дверки открываются. Добрый день. Угонить самолет из ангара. Да. Обратите внимание что у меня не так много брони. Но в ангаре я там всегда она есть. Я ее беру пополняю. Теперь у меня все показатели на фул. Берем кукурузник. Взлетаем. И самое главное. Вообще важно научиться летать на самолетах в GTA San Andreas для того, чтобы вообще спидранить. Потому что если вы не сможете это сделать, ничего у вас не получится. Видите квадратик? Точнее треугольничек вверх направлен. Это означает то, что нам нужно подняться выше. Вплоть до того самого момента, пока треугольничек желтенький на карте не превратится в квадратик. Если превратился в квадратик, то значит мы находимся в одном уровне. Вот, видите ли? Обратили внимание, да, что квадратик все-таки появлялся. Значит мы находимся в одном уровне с этим самым злопаучным обручем, в который нужно влететь потом в конце. Да, да, да. Вот, я как раз таки почти параллельно с ним. Лечу. Вот тот самый самолет появился. И тот самый обруч, который многие из вас не могут залететь, например. Вот, кто-то говорит, что этот лайнер достаточно быстрее, чем кукурузин. На самом деле это не так, это заскриптованный лайнер, он не такой быстрый. И мы просто паркуемся сзади. В общем, вы видели, да? Обращать внимание именно на этот показатель, на этот желтый треугольничек на карте. И старайтесь сделать так, чтобы он был квадратиком. То есть на одном уровне вы должны лететь и параллельно этому самолету. Или рядышком с ним, для того, чтобы когда он появился, он появляется прям у вас на глазах. Вы смогли вовремя сманеврировать прям в сторону. Влево, вправо, неважно. Вот, и потом можно вообще сделать так, чтобы просто залетели в этот красненький обруч. Все отлично. Уничтожили всех мафиози. Там надо было просто по ним стрелять, и ничего в этом свете естественного нет. Пожалуйста, летим обратно. Ну, я думаю, у вас с приземлением самолета проблем вообще возникнуть не должно, собственно. Именно сейчас в этом-то и заключается миссия, что нужно доставить самолет назад. Улететь обратно в Лас-Вентурес. И, в принципе, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Хик. Сажаем самолет и благополучно завершаем данное видео. Буду благодарен за лайк, за комментарий. Пишите свои какие-то доработки, нововведения в комментариях. Буду все читать, буду все лайкать. Все, всем спасибо. С вами был Хик. До следующего видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok